Да, номер 50, вот 18 июля этого года. Нет? Это не обязательно школьная медиация? Это, знаете, разъяснение процедур медиации, мы публиковали это на нашем учебном сайте 2RS.RF Как раз прислала Галина Васильевна, наша коллега из Тюмени, эту информацию. Там рассматриваются вопросы, что делать, если какая-либо из сторон уклоняется от участия в процедуре медиации. Почему бы не возложить на такую сторону судебные расходы, если она затягивает судебный процесс, злоупотребляет правами, что выражается, прямо квалифицированное действие, что понимать под затягиванием, недобросовестным использованием процессуальных прав. И вот на эту сторону можем возложить судебные издержки. Любопытные постановления можно посмотреть. Ну, опять же, мы говорим сейчас об обязательной или добровольной процедуре медиации. Развивая эту мысль, Константин Ади Гаврила и Кристиан Радуши Реджи говорят, сравните, пожалуйста, ремни безопасности и шлемы. Когда внедрялись ремни безопасности, пассажиры автомобилей до конца не понимали, зачем они нужны. Но теперь, даже если никто не заставляет одеть шлем при поездке мотоцикла или застегнуть ремень, водители это делают. Правильно? Даже если никто не проверяет, потому что проведена очень важная разъяснительная работа. Поэтому у обязательной медиации может быть и другой интересный эффект. Это просветительский эффект. По поводу дешевизны, говоря о маркетинге услуг медиации, они говорят, хороший товар не может стоить дешево. Поэтому, когда акцентируется внимание, это сбережет для вас деньги, это не самый лучший маркетинговый код. Для сравнения, они ссылаются на опыт приобретения iPad или iPhone. Ведь не секрет, что накрутки на этот товар достаточно высоки. Вы сами можете представить себе, сколько розница накручивает. 200, иногда 250% на заводскую цену. Но, тем не менее, хороший товар дорогого стоит. Поэтому акцент только лишь на экономии средств пользователей. Это неправильная маркетинговая компания. Дальше они критикуют наличие большого количества дискуссий по поводу определения самой медиации. Ее разных стилей, техник, моделей. Вот мы с вами на протяжении курса познакомились с какими моделями. Давайте вспомним. У нас была поэтапная модель медиации, ориентированная на решение проблем. Основанная на интересах. Затем мы изучали с вами нарративную медиацию. Коснулись немножко трансформативной медиации. Я также говорил о том, что у нас есть восстановительный подход к медиации. Провокативная медиация, экосистемная медиация. Видите, как много стилей. И у каждого стиля есть свои приверженцы. Причем сами авторы этих школ одни считают свою медиацию, свой стиль, самый лучший. Иногда происходят непримиримые дискуссии. И происходит удивительная ситуация. Сообщество медиаторов создают некий продукт, интересный для него самого. А нужно создать медиацию, которая дружественна по отношению к пользователю услуг медиации. В этом состоит главная цель. И, наконец, по поводу возможности быть услышанным органами власти и судейским сообществом. Такая проблема есть не только в России, но и в США. И авторы об этом говорят. Они считают, что медиаторское сообщество должно иметь право голоса при решении вопросов о... Субтитры создавал DimaTorzok